Код по правилам шахмат 1, тут, собственно, думать-то не о чем. Поверьте, а вдруг я мат не умею ставить? Почему он не сдаётся? Я его ударил из клуба, кстати. Нафиг такой мне игрок, который до мата играет. Не сдаётся. Как он все эти все годы? Чё, я почему не замечал, что такой пошивец человек? Не знаю. Так, всё, ладно. Так, ну поехали, сыграем Е4, снова ПЛК. Второй раз с ним играю сегодня. Посмотрим, что он на Е4 сыграет. Е5 таки, Е5. Давайте, я начинаю итальянскую через ход дебют слона. Вот, Сон-Ц4, а потом уже у вас у коня. Стоп не было русской партии. Ну вот, ну а теперь получается, хочешь не хочешь итальянская, куда ему деваться. И в итальянской партии здесь я вот разыгрываю вариант без рокировки. Когда пешка на А6, А3 особенно хорошо, тут будет зацепка с помощью хода Ж5. Ну, побьёт так побьёт. Как говорится, тут уж ничего не сделаешь, да? Так. Или нет. Или пусть всё-таки слон на Б3 уйдёт. Ну, побьёт, побьёт пешкой А. Да, потом на ход Д5 буду играть ХЕ2, как я сегодня уже показывал этот вариант. Так что дальше пойдут в эту атаку за 4, потом конь Ж3. Ну и дальше там мат по шаблону ставится. Как ещё Сталина Стейн сыграл. Да, хочет он, конечно, сыграть Ф5, но кто ж подаст. Это уже не выйдет, естественно. Благодаря мне стал, говорит, Лондонск, раньше Фезе выиграл. Может, сыграю Фезе вегамит. Да нет, я не хочу сегодня уже ничего другое играть. У меня странные провалы идут. Вот, возможно, возрастные ещё какие-то. Не знаю даже, как это комментировать. Но почти в каждой партии у меня в какой-то момент партии проваливается вообще. Я прям, бим, как будто, знаете, потерялся. И в этот момент делаю как два-три каких-то группы хода. Вот это не сказывалось долго. Умудрялся я вырулить всё-таки. А вот в одной партии всё-таки проиграл. Поэтому не буду я ничего нового делать. Зачем мне делать что-то новое, когда? А старое я хорошо себя зарекомендовал. Ну всё, здесь на этих местах будут удары какие-то. Скоро я буду там ставить мат. Скоро буду ставить мат. Наверное, уже прям побью. Да и всё, что тут ждать? Правильно. Ну какой смысл, что тут дождёшься? Просто, наверное, Ферз Д2 и Ферз бьёт А6. Да, если что, прям, ну вот как он будет защищаться? Не знаю. Ну давайте, сначала заберу. Вот, сначала заберу, а потом уже. Ферз Д2 подключаю. Конечно, о вечном шахе лечь. Даже примерно здесь не идёт. Я буду именно матовать вот так. Бамс. Ну и грозит прям мат в один ход. Вот пока на А6. Тут спасения не должно быть, конечно, никакого. Ну, показываю сегодня хороший пример двух вот итальянских партий, где, где, значит, король мотуется. Король мотуется. А, что такое, не мотуется, что ли, всё ещё? Как он так может не мотоваться-то? Так, 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 так. Сейчас я подумаю, должен же быть мат прямой. Прямой мат должен быть и нету. Да, пока. Хм, ты смотри-ка, неужели нету? Прям чудеса какие-то. Ладно, тогда я делаю шах и ферзя выигрываю. А что делать? А что делать? Ну, раз мат не ставится, буду выигрывать через охот-то один по правилам шахмат и вилка. Вот чаще всего я именно выигрываю материал, потом его реализую с характерной компетентностью. А вот мат обычно почему-то не могу поставить. Бывает же такое. Ну, ход по правилам шахмат один, тут, собственно, думать-то не о чем. Просто другого хода нет по правилам игры. Да. Ну и вилку я, конечно, нашел. Да. Но кто знает, может быть, я снова не смогу выиграть эту позицию. Надо все-таки досмотреть до конца, попробовать, да? Поверьте, вдруг я мат не умею ставить. Усталось, мало отдыхают. Да, кстати, это именно... Вот сегодня уже третий эфир будет, представляете? Третий эфир будет вечером в 18.30. И это просто... Просто невероятно трудно, конечно. Давайте шах. Ага, что я делаю? Блин, что такое? Поняли, что творится? Смотрите, что творится. Ну, что творится? Шах поставил. Ой, блин, кошмар какой. Я думал, он королем ведь идет. И думаю, я ставлю шах и выигрываю. А он надей закрылся. Ну, это вообще... Ну, это вообще, короче говоря, какая-то чушь, блин. Какая-то чушь просто вообще несусветная. Что происходит такое? Почему он не сдается? Я его удалю из клуба, кстати. Нафиг такой мне игрок, который дома-то играет. Не сдается без ферзя, честно говоря. Перестал мне нравиться этот человек. ПЛК-82 будет забанен. И с ключом. Ну, без ферзя остался ты. Сдайся просто. Элементарное минимальное уважение надо какое-то иметь, да? Без ферзя играешь. Все, конец ему. Он долгие годы играл со мной, но этим поведением он себя дискредитировал полностью. Я недоволен. Да, я сам виноват в зену ферзя. И сейчас я наверняка парки все равно выиграю. Но не в этом дело просто. Ну, как так-то? Да что ты за человек такой? Ты без ферзя со мной играешь, продолжаешь. Что это такое? Что ты за игруля такой? Ну, вот. Это, конечно, нельзя делать ни в коем случае. Ну, да ладно. Все, в общем, ему крышка. Крышка ему. Нафиг такой мне игрок, который вот так вот неуважительно ко мне относится. Да. Прыгает, скачет там последнюю партию свою. Пусть скачет и прыгает. Делай его. Да. Не знаю, куда он там доскачет. Не имеет значения. Да. Да, да. Власов, он действительно льет крокодиловые слезы. Вот так сыграю. Идея в том, чтобы сыграть Д4. Сыграл Д4. Ну, потому что, а что такое, зачем я так играю? Опять же, болен, это может боком выйти мне. Это может мне выйти боком. Да. Ну, ладно, хорошо. Хорошо ли это, мы не знаем еще, конечно. Ну, что сыграна, то сыграна, да. Так, совсем у меня все, так сказать, спуталось. Что я делаю? Опять, видите, что какие-то провалы пошли совсем. Да, не буду я больше играть. Все. На сегодня это все. Просто я не... Вообще, у меня полный коллапс какой-то происходит. Мне совсем не нравится. Нафиг мне такое. Многие неуважающих людей я не терплю у себя абсолютно. Нафиг такое мне нужен. Человек, который, блин, проигрывает в одни ворота ферзя и играет, продолжает. Он будет удален отсюда, как я уже и сказал. Сразу, прямо сейчас. После окончания этой партии сразу будет исключен навсегда. Так, блин, ну маразм какой. Ладно, идем вперед, пытаемся что-то сделать. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА